но вот запись пошла еще раз здравствуйте но и кто в записи смотр есть ли вопросы может какие-то ко мне по предыдущему занятиям нет я там задачки выложил меня и буквально вот только что выложил поэтому может еще но посмотрите там вполне они такие спокойные решаемы на бонусная задача посложнее там есть над чем подумать я тогда переключаюсь на где мы остановили мне кажется что вот тут мы остановились посмотрите пожалуйста правильно я помню тогда значит я буду дальше рассказывать что происходит вот и у нас была вот какая история мы рассматривали детерминированный алгоритмом то есть фактически обычные машины кьюринга и оценивали два ресурса это время которое оценивалось через число шагов выполняемых машины кьюринга на входных данных до получения результата и память это число дополнительно задействовано печей на ленту ну и вот мы прошлый раз доказали что класс п класс полиномиально решаемых по времени задач отличается от класса x-time то есть задач которые экспоненциально по времени решаются вот экспоненциально это когда у нас в степени полином сидит в экспоненте ну и просто привели пример такой задачи который из класса разделяет вот и тут вот какая история возникает что есть у нас задачи на задачи выполнимости вот или задачи там проверки гамильтоновости графа много других задач на самом деле клика туда же попадает с модальными логиками вот я надеюсь мы сможем увидеть вот это попадают туда задачи когда полиномиального алгоритма непонятно как его сочинить задачи принадлежат этом классу пспс то есть вот это вот известно и вопрос вот можно ли вот тут вот как-то вот ну померить вот что-то между вот этими вот классами можно ли сказать что задача например принадлежит или скажем классом которые включаются на не принадлежит и наоборот принадлежит то есть вот как с этими задачами быть так их сложности от и не понятно что они вот в этом классе ну по некоторым причинам давайте поймем почему задача выполнимости она оказывается принадлежит Да по той причине, что когда мы строим таблицу истинности и проверяем, что там происходит, вот вычисляем значение, нам на каждом шаге, вот в каждой строчке вычисления таблицы достаточно только эту строчку просматривать. И когда мы посмотрели значение, можно ее стереть и взять следующую. То есть получается, что в памяти достаточно хранить данные для построения одной строки таблицы истинности. То же самое вот Гамильтонов-Грамм. Нам не нужно все пути, которые мы перебираем, чтобы выяснить, есть ли у нас Гамильтонов путь. Нам не нужно все эти пути хранить вместе. Нам достаточно эти пути перебирать по очереди и получается, что каждый путь, ну сколько он содержит элементов порядка, числа вершин, потому что нам нужно по каждой вершине пройти один раз. Вот в этом суть и вернуться в начало. То есть получается, мы рассматриваем вот такие вот пути, длина которых равна числу вершин в графе, и мы их можем просто перебирать последовательно. И когда мы пути рассматриваем, можем его стереть и больше памяти не хранить. То же самое с кликой, да. Мы перебираем какие-то подмножества, множество всех вершин, и при этом нам не надо их все хранить в памяти. Нам достаточно их по очереди брать, смотреть, стирать, брать следующие подмножества. И память тратится при этом полиномиально, ну там даже чаще всего в этих задачах она просто тратится линейно. И вот можно ли решить вот эти задачи полиномиально по времени, непонятно. И оценки, которые мы получили, они нам не помогают, потому что когда у нас оценивается какой-то функцией память, которая затрачивается, то вот все, что нам оценка дает, это то, что мы время можем оценить экспонентой от этой функции. И получается ли здесь полином, мы не знаем. И как быть, непонятно. Так вот, есть разные средства, как можно подходить вот к этим вопросам. Я про какие-то расскажу. Одно из них это недетерминированные алгоритмы. Ну и вот давайте я определю, что там происходит, и посмотрим, какие классы сложности там возникают, и что можно вот в этом случае получить. Значит, ну мы выбрали в качестве алгоритмов, вот формализации понятия алгоритма машины Тьюринга. Поэтому, когда про недетерминированные алгоритмы будем говорить, будем иметь в виду недетерминированные машины Тьюринга. Вот. Что это такое? Ну вот, в обычной машине Тьюринга есть вот это требование детерминированности, которое состоит в следующем. У нас не должно быть нескольких команд с одинаковой левой частью. То есть, если мы оказались в какой-то ситуации, должна быть ровно одна команда, которая говорит, что делать дальше. Так вот, в случае недетерминированной машины Тьюринга, это требование снимается. И машине Тьюринга разрешается иметь несколько команд, у которых левая часть, то есть то, что до стрелочки, одинаковая. Значит, в состоянии Q видим символ A, а дальше написано, что делать. Вот предписаний может быть несколько, и эти предписания говорят разное. Одно говорит так, сделает другое, говорит этот, третий, там еще как-то. И вот, когда мы ослабляем вот так вот требование, у нас получается класс машин Тьюринга, которые называются недетерминированными. То есть, нету определенности, что делать дальше. Нет определенности, детерминированности, как дальше пойдет вычисленность. Вот. К чему это приводит? Если мы такую машину Тьюринга будем запускать на слове, то получается, что на этом слове может получиться не одно вычисление, а несколько. Вот. Одно тоже может получиться. Ну, например, просто мы можем не оказаться в ситуации, когда есть возможность, чтобы сработали две разные команды. Это во-первых. А во-вторых, вот выбор альтернативных команд, он вообще-то может быть такой, что там всегда только одна команда есть. То есть, здесь такая языковая получается неувязка. Детерминированные машины Тьюринга оказываются частным случаем недетерминированных. То есть, там всегда вот ровно одна команда есть, которую можно выполнить. И вот приводит это к тому, что на одном и том же слове в общем случае вычислений может оказаться несколько. Вот. И эти вычисления могут оказаться в том числе с разными результатами, да. И если мы решаем задачу принадлежности вот к какому-то множеству, может оказаться так, что одно вычисление заканчивает с положительным результатом, другое вычисление заканчивает с отрицательным результатом. Ну, а в целом, там может быть несколько таких, несколько таких. Вот, что может произойти, если у нас есть недетерминированная машина Тьюринга. Я не хочу повторять формальное определение, даю только вот такое вот описательное, как определить, вот, что это, зная уже, что такое машина Тьюринга. Поэтому у меня вопрос. Вот из этого пояснения, понятно ли, что понимается под недетерминированной машиной Тьюринга? Нужно у меня. Сейчас. А вот у нас команда, они как бы случайно выполняются, если их несколько. Сейчас может выполнить одна, может выполнить другая. Да, и в этом случае смотрите, что происходит. Мы вот сейчас пока не определяли, как выбирается, какая команда может выполнять. То есть вот ответа на этот вопрос у нас нет. Ну, его в каком-то смысле, ну, в каком-то смысле он будет, а в каком-то смысле не будет. Сейчас увидите. Значит, здесь дело вот в чем. Мы констатируем вот какой факт, что у нас может оказаться просто несколько вычислений на одном и том же слойе. Вот. Понятно, да, что происходит? Ну, вроде да. Все, вот все, что мы можем пока сказать, это то, что на одних и тех же входных данных может вот одно вычисление быть, может другое вычисление быть. То есть другие команды были задействованы, получится другое вычисление. Вот и все. И пока у нас нет ответа вот на какой вопрос. Вот как считать, что машина Тьюринга решила задачу, и что считать ответом этой машины Тьюринга? Потому что она может вообще-то получить несколько ответов, разные вычисления могут закончиться разными ответами. Вот пока у нас ответа на этот вопрос нет. И мне важно, чтобы мы понимали, что вот машина Тьюринга просто может теперь дать несколько вычислений на одних и тех же входных данных. Ну, вот этот момент понятен? Да. Все, тогда двигаемся дальше. Сейчас я буду отмечать на возникающие вопросы, но в том числе на те, которые я звучал. Вот. Значит, теперь вот давайте я какие-то примеры приведу. Ну, просто потому что они на слайде есть. Я не хочу слайд пропускать, раз он оказался. И заодно вот эти вот примеры, может быть, покажут, почему определения, которые позже возникнут, ну, можно считать, что это они вполне себе истерики. Вот смотрите. Значит, задача. Для данного конечного множества G и операции бинарной на этом множестве элемента 0, нужно доказать, что такая структура является, а не является группой. Не является. Посмотрите, что значит не является. Нам нужно, чтобы хотя бы одно из следующих условий было нарушено. И вот эти вот условия, это условия группы. Значит, первое говорит, что у нас просто доналгебраическая операция. Ну, а три следующих – ассоциативность существования нейтрального элемента. Более того, что 0 является нейтральным. И то, что у нас для каждого элемента существует противоположно. Так вот, алгоритм, смотрите, как устроен. Нужно проверить, что не выполняется хотя бы одно из следующих условий. И здесь в алгоритме не говорится, какое условие первым проверять, какое вторым, какое третьим. Если хотя бы одно из них нарушилось, все, мы говорим, что это не группа. Ну, это дание такое, проверьте, что это не группа. Ну, вот, собственно, такой пример. Нам недотерминированно предлагают некую проверку. Дальше. Вот следующий пример, вот какой. Для данной булевой формулы от N переменных докажите, что она выполнена. Ну, смотрите, как доказать, что формула выполнена? Достаточно найти такой набор значений переменных, на которых формула принимает значение 1. Но если у вас N переменных, таких наборов 2 в степени N. То есть, если N равно 10, значит, 1024 таких наборов получает. И вот вы можете выбрать любой. И если оказалось, что там единица, все, задача решена. Вот. И в этом случае не надо устраивать перебор. Этот перебор не надо устраивать в каком-то вполне определенном порядке. Вот этого не требуется. Достаточно указать хотя бы один такой набор, ну, и это будет ответ. Вот. Где еще мы с похожими вещами сталкиваемся? Ну, когда, например, вас просят решить задачу. И тогда, вот если вы задачу какую-то решаете, вы пробуете одним способом, другим способом, третьим способом. Потратили неделю, да? А потом нашли тот способ, который позволяет задачу решить. А кто-то сразу этот способ использовал и сразу эту задачу решил, потратил 15 минут, и вот задача решена. Тоже история оказывается недетерминированная. У вас есть какие-то методы, какие-то подходы. Вы знаете, что один из них должен сработать, но не знаете какой. И пробуйте все, но в силу вот устройства нас с вами, вот мы, конечно, пробуем последовательно это все применять. Но, тем не менее, вот порядок, он жестко не определен. Вы выбираете каким-то произвольным образом, вот как вы будете решать задачу. И в этом смысле решение задачи или попытки решения вот этой вот задачи можно назвать, ну, может быть, с натяжкой, но в параллели провести можно. Можно назвать вычислениями. То есть вы проделываете вот какие-то вычисления. Ну, я думаю, что там еще какие-то примеры можно привести. Ну, скажем, если вы вот хотите какой-нибудь код взломать, да, знаете, что вот там у вас есть пароль, например, из шести символов. И вот надо перебрать. Вы можете в сети разделить между компьютерами. Ну, если какой-то компьютер найдет вот этот шифр, можно остановить работу всех остальных и сказать, все, шифр найден, и задача тем самым решена, больше не надо ее решать. И вот эти вот примеры, они показывают, что для нас довольно часто оказывается, чтобы вот существовало некое решение, существовало некое вычисление, которое находит интересующий наш ответ. Вот в задаче с группами контрпример, да, что не выполняется какое-то свойство. В задаче с выполнимостью, наоборот, пример, когда выполняется вот некоторые условия. Ну, и так далее. Так вот, что считается результатом работы недетерминированной машины Тюринга? Вот как раз в соответствии с этими примерами. Если у нас вот есть недетерминированная машина Тюринга, которая решает, ну, вот вопрос принадлежности слов некоторому множеству, то есть выдает только единицу или ноль в конце каждого вычисления, то мы вводим вот какое понятие. Машина М принимает слово Х, принимает слово Х, если существует такое вычисление, которое заканчивается положительным ответом, то есть заканчивается единицей. Ну, соответственно, если каждое вычисление заканчивается нулем, то не принимает. И вот получается, что если говорить про те же вот, про выполнимость булевых формул, значит, формула выполнима, если хотя бы одна проверка истинности формулы на наборе значений переменных заканчивается единицей. Какая? Просто если существует такой набор, вот, например, как это выглядит, ну, вот в какой-то конкретной ситуации. И вот смотрите, в случае детерминированной машины Тюринга мы тоже можем так же говорить, тоже можем говорить, что принимает. Единственное, там вот это вычисление, оно единственное. Вот оно единственное, оно одно. А здесь вычисление может быть несколько, ну, вот, собственно, и все. Где мы с таким сталкиваемся в формальных теориях? Ну, например, когда мы в аксиоматической системе пытаемся найти доказательства. Ну, или вот этот пример с решением задачи. Мы пытаемся найти решение. И у нас какое-то утверждение считается доказуемым в теории. Если существует доказательство, существует вывод. Ну, а вывод это, ну, почти что вычисление. Вот. Потому что, ну, вывод, он строится алгоритмически. То есть можно написать просто программу, которая будет строить выводы, ну, и тем самым получать список теорем в некоторой теории. Вот. Итак, вот используем вот такой вот панель. Значит, теперь что у нас получилось? У нас получилось, что мы расширили класс алгоритмов, класс машин тьюринга. И теперь мы можем, ну, хотел сказать, переопределить. Не переопределить, а определить другие классы сложности. Вот. У нас были классы DTIME и DSPACE. Значит, D, вот эта буква, она отвечала за детерминированность. Ну, а TIME SPACE, понятно, за время не понятно. А вот теперь возникают классы NTIME, ну, и, соответственно, NSPACE. Вот это N отвечает за то, что мы будем все определять, опираясь на недетерминированные алгоритмы. Ну, поехали. Значит, как вот все это определяет? Точно так же мы рассматриваем функции временной сложности для недетерминированного алгоритма M и емкостной сложности для недетерминированного алгоритма M. Они определяются на словах и равны, соответственно, вот чему. В случае T количество шагов, которые производятся в наибольшем, в самом длинном вычислении машины M на слове X. Ну, а здесь то же самое для памяти. Вычислений может быть несколько, то есть выбираем то, которое получается в наихудшем случае. Ну, а когда мы рассматриваем вот эти вот функции, уже определенные на натуральных числах, то есть на словах длины какой-то фиксированной, их определение остается точно такое же, как и раньше. Мы рассматриваем все слова, длина которых не превосходит данного значения, ну и берем вот из значений вот этих функций наибольшие. Ну и получаем в результате временную и емкостную сложности алгоритма в наихудшем случае. Вот. Значит, что дальше делаем? Рассмотрим какую-то функцию, которая определена на натуральных числах, ну и значения принимает он во множестве натуральных числах. И тогда класс N-time, это вот что такое. Это класс задач принадлежности, некоторым, ну, каким-то множеством, которые могут быть решены недетерминированными алгоритмами за время порядка F, то есть O большой от F. Вот. Ну и соответственно N-place. Только здесь вот этим O большое от F оценивается память, которая была использована в ходе решения. Внешне так же. Единственное, как и в случае обычных машин Тюринга, просто детерминированные машины заменили на недетерминированную, на другая модель теперь. Так. Ну вот вопрос такой. Понятно, как вот эти классы определяются? Нужны здесь какие-то еще пояснения? Да, можно вот еще раз объяснить, ну, сами T, M и S, M, потому что не очень понятно, что такое максимум по всем вычислениям M. Ведь мы фиксируем команды, или они у нас могут меняться? Нет, команды, вот программу мы написали. Вот у нас есть программа, которая говорит, как делать вычисления. Ну, дайте пример я какой-нибудь приведу. Вот, скажем, вам нужно проверить, есть ли у вас в графе Гамильтонов путь. Да, значит, что такое Гамильтонов путь? Это такой путь, который проходит через каждую вершину графа ровно один раз и возвращается в исходную. Вот. Смотрите, я предлагаю следующий алгоритм. Я говорю, выберите какую-нибудь последовательность, ну, какую-нибудь перестановку всех вершин графа. Ну, а теперь проверьте, правда ли, что есть путь, который ровно в этой последовательности проходит через эти вершины. Все, алгоритм закончен. И тогда вот этот алгоритм недетерминированный. Почему? А дело в том, что выберите какую-нибудь последовательность. Вот в этом месте есть произвол выбора. Как хочу, так и выбираю. И вот я выбрал, но если удачно выбрал, если вообще в принципе это возможно, потом дальше будет простая проверка, что действительно это удачно выбранная последовательность. Она закончится просто с положительным результатом проверки. Если же неудачно выбрал, то получается, что, ну, просто вот моя проверка закончится неудачей. И в целом получается, сколько вычислений различных есть. Но если у вас n вершин, то там получается n факториал различных вычислений. Потому что я вот эти вершины могу, ну, понятно, все перестановки рассмотреть, их n факториал. И у меня получается n факториал вычислений. Но алгоритм остается тот же самый. То есть сам алгоритм мы не меняем. Но у этого алгоритма получается просто много вычислений. И вот среди вот этих вычислений, если мы хотим определить время работы этого алгоритма, надо просто посмотреть, какое вычисление было самое долгое. И вот в качестве значения tm на слове x мы берем количество шагов к самым долгом вычислении на слове x. Ну, и то же самое с вами. Вот понятно мое пояснение? Или оно не прояснило ничего? Ну, не до конца определения понятно. То есть вот у нас есть недетерминированная машина тьюринга. У нас какая-то команда. Условно состояние q на символе а. Она сначала выдает одно значение. И мы можем внутри этой программы потом при той же самой ситуации, то есть когда у нас будет состояние q и значение а, выдать уже другое значение? Тут не то, что мы сможем. Тут вопрос в том, что существуют они или нет. Вот, допустим, вы начали работать вот в этой ситуации. Вот вы дали слово x на вход. И тут вы находитесь в состоянии q нулевом. И, допустим, для q нулевого у вас есть два варианта, вот что можно делать. Один вариант говорит, что нужно перейти, ну, например, вот сюда в состоянии q втором, а другой говорит, что нужно перейти тоже вот сюда в состоянии q третьим, например. Вот у вас пошли разные вычисления. Дальше вот это вот вычисление как-то идет вот это. И, допустим, дальше уже никаких разветвлений не происходит. И вот у вас здесь получился какой-то ответ. Ответ 1. И здесь получился какой-то ответ. Ответ 2. Но длина вот этого вычисления у вас оказалось, например, 15, а длина вот этого вычисления у вас оказалось 124 тысяч. Вот. Вот какая история происходит. То есть не то, что мы то так сделаем, то так сделаем, а мы просто описываем. Представьте, вот есть где-то абстрактное описание всей вот этой вот картинки вычислений. Ну, называют это иногда так, дерево вычислений. Ну, или дерево возможных вычислений вот этой вот нашей машины, скажем, m, на вот этом слове x. Вот. И вот представьте, что мы говорим о всех возможных вычислений. И тогда, поскольку у нас есть вычисление самое большое, 124, мы просто говорим, что tm на слове x – это 124. вот что получаем. Вот сейчас стало понятно? Ну, скорее вопрос. Вот у нас есть состояние del, вот элемент x и у него там состояние q2. предположим, вот в этом столбце у нас может быть такое, что у нас состояние q2 и элемент x, но он уже по-другому пойдет. Нет. Вот здесь вопрос, ну вот я сказал, что нет. Вот когда я это описывал, что дальше не меняется что-то. Но если у вас есть такая команда, ну вот этот x, например, он здесь x1 и так далее, xn. И если у вас есть в программе машина команда, что q2 видит x1, переходит, например, там в q штрих, пишет здесь какой-то символ s, как-то сдвигается. И есть команда, что видим x1, переходим в q2 штриха, здесь пишем s2 штриха и сдвигаемся тоже так. Вот если такое есть, тогда, пожалуйста, тогда вот здесь можно тоже пойти как-то по-другому. Это зависит от того, есть вот эти команды в программе или их нет. Если они есть, то можно, и это сразу мы про это можем сказать. Программу мы менять не собираемся. Вот что такое машина тюринга? У нее есть алфавит терминальный, то есть то, что пишется на линке. У нее есть множество состояний, у нее есть начальное состояние, у нее есть заключительное состояние, у нее есть программа. Вот какие команды есть в программе, такие есть, поменять мы их уже не можем. Ну все, теперь понятно. Просто определение не до конца было ясно. Сейчас прояснилось? Да, сейчас стало понятнее. Спасибо. Собственно, все, что мы разрешили, это вот в эту программу включать несколько команд с одинаковой левой части. Но вот если программа уже написана, вот есть, если вот такая команда, ну пожалуйста, тогда здесь есть разветвление. Если нет вот таких двух команд или трех или больше, тут никакого извлекления, вот в этой ситуации происходить не будет. Так, ну возвращаюсь я там, да, назад. Вот. Ну и вот в итоге понятно, что за классы здесь получились. Да, ну все, тогда двигаемся дальше. Ну вот примеры. Смотрите. Проблема выполнимости булевых формул. Помните, мы ее детерминированными алгоритмами умели решать за экспоненциальное время. То есть нам нужно было перебрать всю таблицу истинности в наихудшем случае. Вот если мы разрешаем недетерминированные алгоритмы, здесь хватает полиномиального времени, но вот я написал квадратичного, ну зависит от модификации машин Тюринга, которые мы рассматриваем. Квадратичного хватает. Почему? А дело в том, что мы можем предложить вот какой алгоритм недетерминированный. Он будет состоять из двух частей. Первая часть недетерминированная, а вторая часть уже детерминированная. В недетерминированной части, но угад, выписывается некоторый набор значений переменных формулы тестируемой. А потом просто проверяется, какое значение формулы. То есть находится значение формулы на этом наборе. Нашли единицу, значит и в ответ пишем единицу. Нашли 0 и в ответ пишем. Вот. Ну давайте проверим, что этот алгоритм решает проблему выполнительности. Нам нужно показать, что формула выполнима тогда и только тогда, когда существует вычисление, заканчивающие эти единицы. Но пожалуйста, если формула выполнима, значит есть такой набор, где она принимает значение единица. Тогда надо рассмотреть вычисление, когда угадывается вот в этом вычислении, наугад выписываемый набор. Это в точности вот этот единица получает. Ну и если этот набор будет выписан, машина Тьюринга в конце, естественно, найдет, что значение формулы на нем равно 9. То есть вычисление такое существует. Ну и наоборот, если такого набора нет, какой бы набор вы не выписывали в вычислении, вот в недетерминированной части, вы каждый раз будете обнаруживать, что программа находит, что значение формулы на нем равно 0. Ну и тем самым ответ единицы не будет получать. Почему кулиномиально, то есть почему квадратично? Ну, чтобы выписать набор, это линейная история, а потом надо просто подставлять и вычислять. И вот подстановка и вычисление заставляют нас по этой формуле каретку бегать много раз. Сколько? Значит, нужно найти самую внутреннюю операцию и ее выполнить. Вот для поиска самой внутренней операции по формуле надо пройти максимум один раз. Сколько раз так нужно сделать? Ну, не больше, чем связок в этой формуле, это не больше, чем в динаху. То есть получается, если мы одно на другое умножим, вот вам и квадрат. Вот. Поэтому за квадратичное время точно эта задача решает. Ну, а память, понятно, память здесь тратится линейная, потому что, ну что, нам нужна формула и нужен набор значений переменных. Больше ничего. То есть память тут затрачивает. Вот. Что происходит, когда мы используем недотерминированные алгоритмы. В результате экспоненциальная задача, вот, ну, экспоненциально решаемая, да, вот, с помощью детерминированных алгоритмов оказалось решено квадратично с помощью недотерминированных. Ну, собственно, вот, идем дальше. Так, классы. Вот классы, которые возникают. Ну, давайте посмотрим. Значит, вот у нас был класс P, это когда вот здесь буква D была написана. Ну, а, соответственно, класс N, P, это когда мы берем объединение классов вида уже N-time по степеням вот этого N. Да, то есть рассматриваем различные степени. И что это такое? Это класс задач, которые решаются недотерминированными алгоритмами за полиномиальное время. Вот. Дальше. Значит, N-X-time. То есть мы снова используем недотерминированные алгоритмы, но задачи решаем за экспонентальное время. Класс P-space. Значит, мы его уже определяли, класс P-space, поэтому я его красным обозначаю. И он определялся точно так же, только здесь буква D стояла. И вот удивительно, но если мы используем вместо D букву N, получится то же самое. Я это докажу. Вот. Есть некая теорема, из которой это просто следует. Но пока я просто говорю, что вот этот класс P-space можно определить точно так же, но вместо детерминированных алгоритмов брать недетерминированные. Вот. Удивительно, но получается такой же класс. И тоже касается класса X-space. Вот. Мы тоже его определяли, и тоже здесь у нас стояли, стояла буква D. Вот. Если в этом случае D заменит на N, получится абсолютно тот же самый план. Вот. Ну, повторюсь, почему так, это я просто докажу некоторую теорему, из которой это будет следовать. Вот. А вот в случае вот со временем, ну, тут история совершенно не очевидная. Ну, и вот увидим, там есть одна из проблем тысячелетия. Она как раз связана вот с этим классом MP. Отношения какие между классами возникают? Вот этот класс MP, который у нас возник, он оказывается строго, вот неизвестно как раз, строго или нет, но он оказывается между P и P-space. Справедливо ли здесь строгие включения или здесь равенство где-то выполняется? Это открытые вопросы, мы знаем ответы. Вот. Никто не смог найти контрпример, чтобы разделить вот эти два класса, вот эти два класса. Никто не смог доказать, что они равны. В основном склоняются к тому, что классы, скорее всего, не равны. Вот. Ну, но это вот гипотеза, потому что мы наблюдаем, что задачи из этих классов, ну, здесь кажется, что они сложнее. Вот. Но это все, ну, как строгих математических результатов нет. Вот. Более того, вот этот класс MP и вот этот класс X-Time, даже про них неизвестно здесь, строгое включение или нет. Вот. Но мы с вами знаем, что вот этот класс P и вот этот класс X-Time, они разные. Поэтому вот из этих вот включений хотя бы одно должно быть строгое. Гипотеза, что все строгие, но хотя бы одно строгое точно. Вот. Вот какое? Ни для одного из них вот это не доказано. Ни для них вот. Ну, почему включение происходит? P включается в MP просто потому, что детерминированные алгоритмы, в частный случай недетерминированных, надо брать тот же алгоритм и все у вас получится. MP почему включается в PSP? Ну, смотрите. Значит, раз задача решается полиномиально по времени, ну, конечно, по памяти она тоже решается полиномиально. Надо только пользоваться тем, что здесь годится PSP определять с использованием недетерминированных алгоритмов. Дальше тоже понятно. Если у нас память полиномиальна, ну, времени больше, чем экспоненциально, это у нас оценки такие есть. Вот это включение по той же самой причине, что детерминированные алгоритмы, которые используются здесь, можно просто взять для решения задач отсюда, пожалуйста, они годятся. Поэтому, если задача решалась обычными алгоритмами экспоненциально, ну, они же есть, их же можно взять в качестве недетерминированных. Ну, и вот здесь вот включение тоже понятно. Значит, если у нас память затраченная, время затраченное экспоненциально, памяти мы не могли затратить больше. Поэтому здесь тоже включение. Значит, мы знаем, что вот эти вот два класса неравны. Мы знаем, что, ну, вот этого я не доказывал, но это известная история, может сами попробовать доказать, что эксптайм не равно энэкс, что эксптайм не равно энэкс тайм, да? Не равно, что-то я засомневался, что у меня сейчас правильно написано. Ну, возможно, сейчас не вспомню, почему так. Вот, мы знаем, что PSP не равно эксптайм, тоже я не доказывал вот эти вот вещи. Вот, вот в этом у меня сомнения. Это надо уточнить, почему-то я сейчас не понимаю, почему вот так. Ну, и вот следующие проблемы точно не решены. Вот это вот открытые проблемы. PNP соседние классы, PPSP даже через один. NPPSP, SMPExPTIME. Вот это все открытые проблемы. PSP, EXPTIME. PSP и EXPTIME. Да, вот это все открытые проблемы. Ну, и так далее. Там, на самом деле, масса открытых проблем и много таких вот соседних классов, равенство которых не доказано. И неравенство не доказано. Значит, теперь вот это вот проблема равенства PNP. Значит, есть семь проблем тысячелетия, которые были определены математическим институтом Клея на границе как раз тысячелетий. Ну, вот здесь эти проблемы приводятся. Я не знаю, вы с ними каким-то образом сталкивались, не сталкивались. Вот было у вас где-то в каких-то курсах, обсуждали это или нет? Ну, вот одна из этих проблем – это равенство классов PNP. Решена пока только одна. То есть, доказана гипотеза по Анкаре в 2010 году, Перельманом. Ну, а остальные, они пока не решены. Что касается вот этой проблемы, периодически публикуются доказательства, то равенство, то неравенство вот этих вот классов. Но довольно быстро в этих доказательствах обнаруживаются ошибки, причем ошибки, ну, достаточно такие, ну, условно, дилетантские. Вот. И вот пока не удалось вот эту вот проблему решить. Вот. Ну, и там какая-то премия назначена, да, вот в один миллион долларов. Ну, мне много лет назад, там, лет 20 назад еще студенты объяснили, что деньги не такие большие, но сейчас они уже еще меньше стали. Вот. Но, тем не менее, вот это нерешено. Значит, почему вот эта вот проблема интересна, проблема равенства классов ПМП, ну, вот какие-то соображения по этому поводу тупи. Во-первых, просто формулируется, а решить не могут давно. Это означает, что чего-то в нашей науке, вот в имеющейся, не хватает, и ее силы не хватает для того, чтобы вот с такими вещами разбираться. Поэтому, хотелось бы просто формулируемые задачи уметь решать. Вот. Дальше. Значит, есть много задач, которые, ну, хотелось бы уметь решать, и для них известно следующее, что, ну, вот мы полиномиальных алгоритмов их решения не знаем. Но, вот, если бы мы доказали, что классы не равны, то это бы означало, что вот полиномиальных по времени алгоритмов, решающих эти задачи, и не существует. Вот. Почему так, я надеюсь, объясню. Я попозже примеры таких задач приведу. И вот, что бы нам это дало? Ну, нам бы дало, например, от того, что некоторые, ну, вот, скажем, есть задачи шифрования, ну, и, соответственно, дешифрования. И вот, если вы хотите взломать какой-то код, то есть получить доступ к данным, которые закрыты, да, каким-то кодом, шифром, вот вопрос, можете ли вы это сделать быстро. Быстро. Ну, и вот, непонятно. Мы верим в то, что нельзя, но верим в каком смысле? У нас нет просто алгоритмов на руках, которые бы позволяли это быстро делать. Так вот, если мы докажем, что вот эти вот классы не равны, ну, это в некотором смысле будет означать, что никто таких алгоритмов, ну, по крайней мере, в тех моделях вычисления, которые мы сейчас используем, таких алгоритмов не придумать. Вот. Ну, и, соответственно, если докажем, что равны, там просто равенство будет означать, что есть полиномиальный алгоритм, который решает вот эту вот задачу. Вот. Ну, и есть масса областей, вот, в которых таких задач просто много, тут некоторые перечислены, но на самом деле таких областей больше. И если вы даже в Википедии посмотрите, вот, что написано по поводу вот этих вот классов и какие там есть задачи, вот, связанные с вопросом равенства, неравенства, ну, там просто огромнейший список вот этих вот задач, если интересно, зайдите, посмотрите, вот. Ну, и вот еще пункт я такой отметил, что у нас есть некоторые содержательные интерпретации, сейчас объясню, что это такое. Вот, смотрите, значит, есть такая штука, что нам нужно решать математические задачи. Если решение уже предложено, нам нужно проверить, правильное ли это решение. И вопрос, который возникает, вот какой. Насколько велика разница по сложности между поиском решения и проверкой правильности, если уже решение предложено. Вот. Кажется, что, ну, проверить правильность проще. Вот. Так вот, если бы мы доказали, что вот эти вот классы неравны, ну, тогда это бы действительно вот означало, что это так. Почему? Ну, дело в том, что вот этот вот класс P, можно считать, что мы решаем задачу детерминированно, то есть мы действительно ищем решение. А вот NP, причем ищем и находим его полиномиально. А вот NP тут вот какая штука. Значит, можно показать, что вот эти вот алгоритмы недетерминированные применять можно вот как раз в том духе, как я привел пример с булевыми формулами. Сначала угадать ответ, то есть недетерминированно выписать какой-то вариант ответа, а потом проверить, правильный он или нет. То есть получается, что нам как бы дают решение, а мы просто проверяем, правильное оно или нет. Так вот, вот эта недетерминированная часть, вот это вот угадывание, оно никакого поиска не устраивает. Оно просто берет какой-то предполагаемый ответ. И получается, что задача-то реальная сводится просто к проверке этого ответа. То есть вот здесь мы ищем ответы, а вот здесь получается, мы просто проверяем ответы. Так вот, если окажется, что эти классы равны, то поиск ответа и проверка ответа, по крайней мере, при полиномиальных затратах памяти, они оказываются в этом смысле, памяти, времени, они оказываются в этом смысле эквивалентны. Вот. Какая-то такая история, чрезвычайная. Вот. Ну, двигаемся дальше. Вот. Другой подход. Да, значит, как вот все-таки решить вот эту вот задачу равенства классов ПНП, отделение классов друг от друга, потому что, помните, у нас еще ПСП есть. Окей. И вот один из таких подходов состоит в том, чтобы рассмотреть так называемые дополнительные задачи, ну и, соответственно, классы, состоящие из дополнительных задач. Вот я сейчас об этом расскажу. Значит, что у нас происходит. Вот, если у нас есть какой-то класс задач, да, то можно определить дополнительный к нему класс. Вот его обычно обозначают так. КО-С. КО-комплиментов. Значит, он состоит из задач, дополнение к которым, дополнение теоретика множественная, находится в классе С. Ну, или другими словами, мы берем задачи из класса С и к ним берем дополнительные. Вот. Поэтому получается клад дополнительных задач. И вот, ну давайте, пример здесь есть. Задача выполнимости булевых формул находится в классе СМП. Это мы с вами видели. То есть есть полиэнерамиальный недетерминированный алгоритм, который ее решает. И вот, что такое у нас дополнительная задача к задаче выполнимости. Но это задача невыполнимости. То есть, если здесь мы берем множество выполнимых формул, то здесь мы возьмем множество невыполнимых формул. Просто по определению, вот эта задача оказывается в классе КОНП. Потому что это дополнительная задача к задаче из класса СМП. Вот такой пример. Так вот. Значит, утверждение вот какое. Что когда мы рассматриваем в качестве модели вычисления детерминированные алгоритмы, дополнительный класс, ну не дополнительный класс, а дополнительная задача, просто совпадает с классом исходных задач. Что по времени, что по памяти. Ну почему так? Смотрите, это очень просто. Вот если у вас есть алгоритм, который решает некоторую задачу, алгоритм детерминированный, он в конце выдает или 0, или 1. Давайте я это напишу. Вот у вас есть какой-то алгоритм, какая-то машина тюринга, которая на слове X выдает единицу, если X у вас принадлежит вашему множеству L, и 0, если нет. Если X не принадлежит L. Что мы делаем? Мы вот по этой машине тюринга просто переделываем ее в следующее. Мы берем машину M-штрих от X, и она устроена вот как. Там, где M выдавала 0, наша просто единица будет выдавать 0. А там, где машина M выдавала 0, мы будем выдавать единицу. Значит, если X принадлежит L, а здесь, если X не принадлежит. Так вот, такая переделка, она к чему приводит? Машина фактически работает та же самая, просто 0 с единицей поменялись местами в ответе. Вот и все. Так вот, вот это вот, это то же самое, что X не принадлежит дополнительно L. А вот это вот, это то же самое, что X принадлежит дополнению L. И тогда получается, что вот эта машина M-штрих решает дополнительную задачу. Вот. А фактически время работы ее то же самое. Вот. Тут не меняется ни на шаг. И поэтому получается, что если у вас исходная задача принадлежала какому-то классу сложности, то вот эта вот дополнительная к ней задача принадлежит абсолютно тому же самому классу сложностей, если этот класс определяется через D, детерминированная машина. То есть мы D-time рассматриваем или D-soul. Вот, вот что здесь происходит. Так. Ну, я думаю, должны быть понятны вещи, но если сомнения какие-то есть, вы не останавливаете, что спрашиваете. Ну, и в результате вот эти вот равенства, они тривиальным образом обосновываются. Так. Значит, что отсюда следует? Отсюда следует, что вот те классы, которые нам удалось определить с использованием детерминированных машин пьюринга, имеют дополнительные классы. в точности такие же. То есть классы дополнительных задач равны классам исходного. То есть КОП равно П, КОП-СПР равно ФСПР и снова и так далее. То есть те классы, которые мы определяли через D, через детерминированную машину. Вот. И вот здесь возникает интересная проблема. Значит, а что если мы возьмем задачи дополнительные к задачам из класса МП? И вот эта вот проблема, она не решена. Это ответ не 200. Вот. В чем здесь дело? Здесь, вот в случае недетерминированных алгоритмов, этот фокус с заменой нуля на единицу не проходит. Смотрите, почему. Значит, вот если у вас была, давайте попробуем это проделать. Вот если у вас была машина которая решает какую-то задачу, то есть вот на вход что-то подали, ну и вот тут конфигурация некая есть, и пошли вычисления дальше. Вот. Которые там еще разветвились, как-то. Вот. Может быть, потом еще. И в конце у нас получились какие-то ответы. то есть вот например единица, единица, там 0. Вот. И тогда что получается? Если произошло вот такое вот вычисление, то мы говорим, ага, вот у нас есть единица, поэтому ответ положительный. То есть вот эта конфигурация принимается. А теперь представьте, что я поменяю все наоборот. Тогда у меня вот здесь 0, 0, 1, 1. И машина по идее, что мы от нее ждем? Что она нам даст ответ отрицательный. Если она давала ответ положительный на исходную задачу, то на дополнительную эта же машина вот так переделанная должна давать отрицательный ответ. Но здесь он получает отрицательный. Вот в этом вычислении. Но у нас определение того, принимающая начальная конфигурация вот этого, то есть принимает машина слово x данное на вход или не принимает, вот какое. Принимает, если есть хотя бы одно вычисление, которое заканчивается положительным ответом. И вот при такой замене получается, что такое вычисление есть. И поэтому вместо отрицательного ответа мы здесь снова получим положительный. Вот. И получается, что за счет того, что мы из многих вычислений выбираем, проверяем, вот есть ли вычисление с нужными свойствами, при вот такой замене оно может быть и там, и там. ну и соответственно вот этот вот фокус с заменой нуля на единицу и наоборот просто не проходит. И получается, что вот если мы к классу НП возьмем дополнительный, и вот есть сам класс НП, непонятно, как эти классы между собой связать. Так вот, фокус в том, что вот это неизвестно, вот это тоже неизвестно. То есть мы не знаем даже ни одного из этих включений. И не знаем, выполняется, но или не выполняется, здесь тоже выполняется, или не выполняется. Ну и уж тем более не знаем, равны ли эти классы. Вот это вот все открытые проблемы. Как они соотносятся, просто там на слайде этого нет, я напишу. Мы знаем, что вот НП содержит себе П, ну КОНП на самом деле тоже содержит себе П. Ну и оба класса конечно же содержатся в PSPACE. Ну а дальше мы знаем, дальше там цепочки там здесь. А вот как вот эти вот классы между собой соотносятся, это мы не знаем. Вот это тоже открытый вопрос. Так вот, значит, что здесь происходит, почему вот про это я рассказываю, наверное, у меня на слайде есть, я сейчас переключусь, если нет, я вернусь сюда и расскажу. Значит, да, есть. Кстати, какое предположение, ну вот, включены, они не равны, да, вообще? Не равны и... Не пересекаются даже? Они пересекаются, конечно, потому что класс P содержится в обоих, но... Нет, я имею в виду, никто ни в кого не включается. не вложено, то есть они несравнимы. Да, вот верится в то, что они несравнимы. Тут дело вот в чем. Сейчас я попробую объяснить, ну, чуть попозже. Пока давайте очевидную вещь дометим. Вот, очевидная вещь вот какая, что если мы докажем, что вот эти вот классы не равны, то, конечно же, P не равно MP. Почему? Дело в том, что дополнительный класс P, класс дополнительных задач, это сам P, КНП окажется не равным MP, но и тем самым есть различающие свойства. Раз есть различающие свойства, это разные классы. И вот есть математики, которые считают, что для того, чтобы доказать неравенство классов PMP, вот с этой задачей надо заниматься. то есть вот эту задачу решить может получиться и тогда вот как следствие мы вот это вот получим. То есть не напрямую, а вот так. Почему значит вот есть ощущение, что эти классы разные? Давайте я попробую сейчас написать, что происходит. Вот я теперь вот эту ситуацию хочу описать по-другому. что такое положительный ответ в случае недетерминированной машины тюзинга? Значит недетерминированная машина тюзинга выдает положительный ответ. Это значит смотрите существует вычисление вычисление для которого там что-то выполнено. А теперь вам нужно дополнительная задача. Дополнительная задача. Что для нее должно происходить? для нее должно как раз в исходной задаче не существовать вычисление которое заканчивается единицей. И тогда у вас дополнительная задача это такая у которой каждое вычисление должно закончиться единицей если мы возьмем ту же самую машину тюринг. Вот смотрите там должно быть так для любого вычисления что-то там верно. То есть любое вычисление должно закончиться единицей. Это совершенно разные квантера. И если один квантер описал вам какую-то ситуацию но другой квантер это просто другой квантер. Они не являются дополнениями друг к другу. Неверно сказать что неверно существует это для любого. Это неверно. Неверно сказать что неверно что для любого это существует это тоже неверно. Они связаны сложнее. То есть чтобы нам получить квантер всеобщности нужно сделать вот такую историю. Ну и соответственно чтобы получить квантер существования нужно сделать вот такую историю. вот не видятся вот эти преобразования с утверждениями в данном случае с квантерами не видятся вот эти преобразования как дающие какое-то дополнение или какое-то включение я плохо я сказал не дополнение а какое-то включение что из одного из них следует вот из этих квантеров в другую. но это все понимаете это все вилами по воде это совершенно не точная история никакой строгой математики по этому поводу нет если бы она была но мы бы знали ответ мы его не знаем так что вот все вот эти вот мои рассуждения это даже не эвристика это непонятно что такое пояснил не пояснил я хоть как-то ученик да но свое оправдание могу сказать что не только я этого не знаю никто не знает вопрос открыт значит ну и вот по крайней мере вот такое следствие есть и есть предположение что вот эту задачу может быть получится все-таки решить и тогда мы будем узнать вот этот ответ ну как вариант дальше а вот дальше возникает вот эта вот ситуация вот то что я сейчас на картинке рисовал смотрите что нам нужно было нам нужно было сказать что все вычисления как-то заканчиваются вот ну и с помощью квантера существования ну не сказать это не так ну и соответственно если существует вычисление которое как-то заканчивается с помощью квантера всеобщности тоже это никак не сказать мы можем только что вот вот они все закончились хорошо или все закончились плохо а вот сказать что есть хотя бы одно вот мы не знаем но но хочется и вот оказывается что мы можем предложить другой другую модель вычисления где мы вот эти вот вещи учтем но не только вот такое грубое деление что все вычисления не существует вычисление которое заканчивается положительным ответом но и более тонкие вещи когда мы можем ну скажем так внутри алгоритма вот эти вот моменты чередовать то есть где-то нам важно что существует что-то где-то нам важно чтобы каждое вычисление обладало каким-то свойством и возникает новая модель вычислений в общем-то вот в этом курсе можно бы было без нее обойтись и вот я ну иногда вот в этих курсах про такие модели даже не рассказывают я считаю что стоит рассказать потому что вот эта вот модель она может быть больше связана со всякими распараллеливаниями то есть когда мы рассматриваем параллельные вычисления и дальше нам эти вычисления их результаты нужно собрать в них недетерминированные машины дают нам вот этот вот подход когда мы распараллелили вычисления но там важно чтобы хотя бы одно вычисление закончилось хорошо а вот можно же по-другому это делать ну и плюс вот та модель которая сейчас возникнет она окажется нам полезной технически потому что я хочу показать что класс P-Space можно определить по-разному ну и технически будет удобно использовать вот эту вот модель альтернирующая машин вот прежде примеры смотрите вернемся к той же задаче про группы вот нужно доказать что вот конечное множество бинарной операции и выделенным элементом являются группы как можно это сделать нужно проверить что во-первых выполняется каждая из следующих четырех условий причем обратите внимание что вот здесь вот есть у нас третье условие где достаточно проверить выполнение вот этого или вот этого какого-нибудь одного можно того можно вот этого нам предоставляется выбор хотите это проверять хотите это одного из них достаточно почему ну потому что если мы знаем что у нас есть правый 0 но он же является и наоборот если есть левый 0 он же является и правым поэтому вот проверки одного из них какого такое хотите такое такое выбирать как недотерминирован то есть алгоритм не указывает какой выбор вам дальше значит следующая задача для опять скопировал для данного для данной булевой формулы а там переменных докажите что она эквивалентно логической константе то здесь местный торжественно вот нужно это доказать смотрите вот что нужно сделать нужно проверить что на каждом наборе эта формула принимает значение 1 пожалуйста или что на каждом наборе она принимает значение 0 вот понятно что понятно что если вы именно так будете действовать то тогда в первом случае но вот если у вас опроверглась это то есть вы нашли два набора разных ну все уже единиц не получилось ну втором также искусственно конечно здесь натянута немножко вот это все но тем не менее опять смотрите встречается ситуация что-то происходит для всех и при этом где-то вы делаете выбор можно так можно так вот и получается что нам прим вот формулировки некоторых алгоритмов удобно бывает использовать не только выбор что хотя бы одно что-то выполняется но и каждое какое-то вот условие из какого-то списка тоже выполнять но он давайте это теперь положим в основу определения альтернирующей машины тюринга что это такое мы оттолкнемся от понятия недотерминированной машины тюринга и немножечко вот с ним поработаем альтернирующая машина тюринга определяется также как недотерминированная один в один то есть нам разрешается чтобы были было несколько команд одинаковые левые вот в этом смысле определения совпадают но дальше происходит вот что множество всех состояний альтернирующие машины тюринга разбивается на две группы одну группу условно называют а состояние а другая группа это и состояние ну сразу скажу что эти буквы а и не означают а это ол да то есть то что соответствует квантеру всеобщности в некотором смысле сейчас увидим в каком а е это лист то что соответствует в некотором смысле квантеру существования вот то есть у нас получается множество состояний разбито на две группы вычисления определяется как и раньше то есть получается что это последовательность конфигурации вот что в каждую следующую мы переходим из предыдущей применением какой-то одной команды вот ну и как случае машина недетерминированной вычислений может возникнуть много вот и здесь заново встает вопрос какой ответ считать положительно и вот это как раз и требует здесь внимание вот это и требуется нам определить вот здесь вместо того чтобы говорить сразу что машина принимает x мы будем действовать тоньше не мы определим понятие принимающие конфигурации то есть у нас получается смотрите какая штука представьте что есть вот это дерево вычислений и вот в этом дереве вычисления но еще состоит из конфигурации то есть мы от одной конфигурации идем другой и вот сейчас мы будем определять для каждой из этих конфигураций является она принимающей или не является понимать вот и делает это рекурсивно значит первое что мы определяем это когда у нас заключительная конфигурация принимающие или не принимающие вот если записан положительный ответ то тогда такая конфигурация заключительная считается принимающий а если записан отрицательный ответ то она считается не принимать дальше вот как сейчас в состоянии мы каком-то должны находиться при этом заключительном заключительная конфигурация машина остановилась она пришла в заключительное состояние можно считать что она не и состоянии не а состоянии но иногда поступают вот как говорят что если машина остановилась в а состоянии 2 то это принимающая конфигурация если она остановилась меня состоянии то это не принимающие конфигурации вот иногда делают так то здесь возможно вариант возможны вариации я вот такой вариант выбрал для определения но вы можете встретить другой закончил работать вас состоянии. Это все, что единицу выдала, закончила работу в Е состоянии, но это все равно, что вот по моему определению 0 вытал. 0 в вычислении. Не вот в целом это ответ машины, а это ответ одного вычисления. Ну, ответил на вопрос? Да, да. Вариации есть. Вот в этих определениях вариации есть. Они приводят к эквивалентным формализмом, но формально все-таки разумно. Вот, поэтому если книжки будете смотреть, вы можете что-то чуть-чуть другое встретить в определении. Так вот, теперь смотрите, вот когда у нас конфигурация с Е состоянием считается принимающей. А вот когда? Если из нее за один шаг можно прийти в принимающую конфигурацию. Вот. А вот если А состояние, то нужно, чтобы каждый раз за один шаг мы приходили в принимающую конфигурацию. Ну, давайте я сейчас картинку нарисую. Да, понятно. То есть, если из А мы всевозможные должны вычисления, они должны стать принимающими, ну, приходить в принимающую конфигурацию. А если из Е хотя бы одно должно быть, да? Да, да, да. Вот, допустим, вот я сейчас вот такую картинку нарисую. Вот. Тут у нас конфигурация, тут конфигурация. Ну, и сейчас мы их сделаем А и Е. Вот. Так, 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 так. Ну, и вот так. Вот. И вот сейчас мы их разметим, которые А, которые Е. Заключительные нам не интересны, А или Е, потому что они заключительные там, ну, у нас по определению, по ответу. Вот. Ну, давайте, допустим, вот это Е, вот эти пускай были у нас А, а это Е. Здесь у нас Е, А, Е, А, А, например. Так. Вот. Ну, и теперь вот это 1, 0 у нас получается. Вот это, например, у нас 1, 1. Вот это, ну, к примеру, 0. Значит, вот здесь у нас 0, 1. Вот это вот 1, там, 0, 1. Ну, и теперь зеленым буду отмечать принимающий элемент. Ну, тут понятно, где единицы, там у нас принимает. Вот это, это просто. Теперь поднимаемся выше. Смотрите, здесь у нас Е состояние и есть один плюсик, поэтому здесь ставим плюс. Вот. Здесь у нас 2 плюсика и А, поэтому ставим плюс. А здесь у нас Е и заканчивается нулем, поэтому ставим мин. И вот эта вот А, она требует, чтобы все были с плюсиком. Но это не так, поэтому здесь будет минус. То есть вот это вот нам все портит. Здесь, поэтому мы не знаем пока ответ. Вот одна у нас отрицательная. Смотрим, что здесь будет. Ну, тоже понятно. Здесь у нас минус. Здесь у нас будет, смотрите, заканчивается единицей плюс. Плюс и плюс. Вот это дает нам плюс. Вот это Е дает нам плюс. Ну, и поэтому вот это Е дает нам плюс. вот в таком вычислении вот эта конфигурация будет первая принимаешь вот мы такую разметку можем сделать и двинемся мы снизу сейчас мы хотим по таких конфигураций мы тебе хотим шага для приема давить вот это будет интересно что здесь получилось понятно да да сейчас это будет просто в определениях указан пример понятен вот этот да понятно интересно зачем то надо нет без этого можно обойтись вообще можно без недетерминированных машин обойтись тернирующих обойтись но вот смотрите одна понятная история это распараллеливание то есть если вы распараллелились и вам важно хотя бы в одном случае ответ вот если вот это вычисление сработало быстрее все вы говорите ответ получен и вот это просто убиваете вот эти процессы то есть они вам больше не нужны но с другой стороны если вы распараллелились вот здесь вам нужно дождаться всех процессов когда они вам выдадут положительные ответы чтобы здесь плюс получить понимаете и вот здесь мы можем говорить о разных распараллеливаниях есть разные способы собрать потом вместе результат вот это вот такая вот история может быть некая однобокая только грань вот этого всего но мы увидим как это еще работает так значит теперь я возвращаюсь вот сюда ну и здесь вот мы это и говорим машина принимает слово если начальная конфигурация оказывается принимает вот такая здесь ну понятно да да какая-то параллель на самом деле с выигрышными стратегиями здесь есть к ладе значит и вот здесь с выигрышными стратегиями четкая параллель прям вообще у нас один игрок то есть мы с вами например если играем да вот нам интересно и те то есть мы должны выбрать а противник наш играет когда против на мы не знаем как нам я поэтому нужно рассмотреть вот это а с его стороны поэтому здесь полная параллель получается вот с выигрышными стратегиями на такого в классическом понимании я понял пришел да так что четко в результате мы можем теперь повторить вот эти вот определения для т.д.с. но уже для альтернирующих машин и определение даются точно так же как для недетерминированных машин рассматривается для т.п. просто длина максимального вычисления самого долгого ну а для с насколько мы самое большое памяти потратили в каком-то одном вычислении то есть вычисления рассматриваются по отдельности ну и в этой части ничего нового вот я скажу ну а классы возникают вместо буквы m и d теперь выникает буква а а тайм это задачи которые решаются альтернирующими машинами за о большое от их шагов ну а space соответственно за о большое от их с затратами а большого этапа вот возникают такие классы ну и вот например да значит вот здесь есть такая штука это квантифицированные булевые формулы ну либо по просто может это звучит лучше так булевые формулы с квантеры значит сталкивались с такой штукой нет вот что такое булевые формулы с квантером здесь вот как обычные булевые формулы дайте я напишу вот обычная булевые формулы они у нас как строится вот нас есть переменные p1 p2 p3 и так далее у нас есть конъюнкция импликация отрицание а здесь добавляются еще вот какие средства существует p и t и для любого этого вот как они понимаются что такое существует p ну например здесь и ap вот она может еще от чего-то зависит я просто выделяют перемен вот эту формулу можно понимать так что это и фи от нуля или фи от единицы то есть вот эта формула считается истиной если вот эта формула если и для нуля и для единицы истина вот формула которая стоит под квантером окей так а тогда такой вопрос это дифференциальные эквивалентные системы или нет как ну это смотрите ну вроде как получается что это просто консервативное расширение всякие квантеры можете вот элиминировать вот так вот да могу могу но вот это да 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 все короче выразительное свойство этого этого языка больше или нет ну получается что мы выражаем то то же самое но мы здесь делаем экономно обратите внимание здесь формула фи записана один раз а здесь два раза а но выпас как бы по пространство думаете продолжите дальше раскрывать квантеры и у вас квантерная приставка ну например такая q1 p1 и так далее qn pn и от p1 pn если вы раскроете вот эти вот квантеры да хорошо я понял да ну хорошо да то есть это все таки для алгоритмической сложности важно да хорошо очень важно потому что мы за счет вот этих вот вещей что мы квантеры используем мы можем очень емко сказать то же самое что булевыми формулами без квантеров мы будем говорить очень долго окей но с логической точки зрения это одно и то же семантически на самом деле да поэтому я специально так и написал что вот это можно определить через вот это хорошо вот и получается что вот эти булевые формулы с квантерами ну вот они дают некий новый язык новый формализм ну и понятно как все это устроено понятно что есть вот этот перевод то есть конечно разрешимая там вся история и так далее вот но давайте теперь вернусь к этому слайду и вот если вы захотите эту задачу решать алгоритмами детерминированными или недетерминированными вот лучше чем экспоненциальные алгоритмы неизвестно вот почему но потому что недетерминированный алгоритм непонятно как его заставить моделировать квантер всеобщий он умеет моделировать хорошо квантов существования вот ну а вот давай давай все-таки туда еще раз вернусь напишу вот что вот что такое проблема выполнил выполнить ее можно понимать так существует p1 так далее существует п.м. и что такое проблема тождественной истинности это для любого p1 и так далее для любого п.м. и истина при всех оценках вот эти перемены и вот проблема выполнимости недетерминированными машинами тюринга решается легко вот эта проблема принадлежит классу mp соответственно вот это принадлежит корин то есть вот с ними все понятно вот то есть мы недетерминированными алгоритмами в полиномиальном времени это решает но как только вы начнете вот эти квантера меня чередовать вот здесь уже возникают неприятно так вот альтернирующие машины тюринга решает эту задачу задачу выполнимости булевых форму с квантерами они решают ее за полиномиальное время ну почему нам просто нужно вот действовать так же как недетерминированном алгоритме то есть выбирать значение переменной но если это переменная стоит под квантером существования в ее состоянии надо выбирать а если это переменная стоит под квантером всеобщницы значит в а состоянии надо выбирать значение этой переменной и дальше запускать но процесс проверки вот на том значении которое мы выбрали и получается что если мы так поступим то у нас что произойдет мы решим вот эту вот задачу то есть тот же самый n квадрат нам придется потратить для вычисления значения формулы на получившемся наборе но когда мы все будем собирать назад то есть смотреть у нас исходная конфигурация была принимающей линию но мы получим просто правильный ответ ну вот и в результате альтернирующими машинами вот эта сложная задача решается квадратично так вот пример понятен вот это кажется да вот 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 такая у нас ведь 1740 заканчивать правильно это у нас верно когда у нас действительно но я думаю удобно вот сейчас удобный момент когда мы закончили мы начали ввели вот эти классы мы разобрали пример ну а дальше там у нас сейчас я посмотрел теорема савич как раз здорово мы следующий раз вам теорема савича поймем почему дпс пэйс и нпс пэйс это одно и то же они называются просто ну вот альтернирующие машина они оказываются технически удобными для доказательства этой теоремы хотя без них там вообще-то можно было бы обойти ну вот я и буду использовать так тогда смотрите значит у нас время вышло всем спасибо кто пришел если вопросы какие то есть спрашивайте смогу отвечу ну если вопросов нет тогда получается на сегодня все я сейчас запись остановлю когда вот так давайте я остановлю